Итак, дорогие друзья, в нашей студии Станислав Ахрушев, адвокат и президент коллегии адвокатов Хенесейской Сибири. Сегодня поговорим вот на какую тему. И, к сожалению, эта тема возникла экстренно в нашем эфире в связи с тем, что вчера произошло в Казани. Итак, тема приобретения, хранения, ношения, оружия. Доброе утро, Станислав. Ну, потому что информацию, по крайней мере, которую мы можем читать в интернете, это то, что оружие у него было получено все-таки законно, на законных основаниях, да, не где-то он его нашел, а получил разрешение буквально чуть ли не меньше месяца назад. Да, и поражает, конечно, реакция наших, так сказать, представителей различных государственных органов, как вообще из этой ситуации сейчас выходить, да, действительно ли нужно ужесточать вот правила ношения оружия. На самом деле, по моему мнению, эта проблема, как всегда, у нас не в законодательстве, а в его реализации, в его применении. Потому что, ну, живем мы, к сожалению, в таких условиях, как... ...различного рода. Ну, сами знаете, как можно... ...возникает, да, потому что, если меньше месяца назад он получает это разрешение, значит, где-то в рамках двух последних месяцев он получил справку о том, что у него все психически, он здоров. Да, и более того, я проверил, действительно ли у нас в нормативных актах есть требования относительно, ну, вот каких-то психических заболеваний. Он должен быть. Безусловно, безусловно. Шизофрения, то, что сейчас там, о чем говорят, пытаются выявить в его поведении, да, расстройство настроения, аффективное расстройство, невротические, связанные со стрессом, различные расстройства личности, умственная отсталость. Это все безусловные противопоказания, да, и как в этой ситуации не выявили у нас, так сказать, медицинские работники, это, конечно, вопрос. Вполне возможно, я сейчас не могу, не буду загадывать, только мое личное предположение, может быть, и здесь была та самая коррупционная составляющая, да. Ну, или халатные отношения. Да, и более того, меня, на самом деле, еще и беспокоит и удивляет, как вот гражданина нашей страны, что какие-то методы сейчас борьбы вот с этим происшествием... ...смертную казнь. В то же время у этих людей спрашиваешь, а готовы ли вы в таком случае, чтобы наша судебная система, наша правоохранительная система, да, применяла смертную казнь? Говорят, нет. Какие тогда суды будут вас судить, да, и кому вы будете обращаться, так сказать, доверять в таком случае? Да, вот говорят, давайте поднимем возраст выдачи разрешения. Ну, хорошо, ему было по, насколько я понял, средствам массовой информации, 19 лет. Совершеннолетний человек, да. Мы поднимем до 21, дальше произойдет такое-то похожее событие, там будет возраст 35, что мы до 40 будем поднимать, да. Ну, кстати, вот мне кажется, что ключевое, это то, что вы сказали вначале, да, про вот эти справки как раз. То есть он явно психически нездоров, но чтобы получить разрешение, нужно иметь справку о психическом здоровье. Еще более меня удивляет ситуация, что у нас проблема-то опять выявилась с выявлением профилактики, да. То есть многие, опять же, кто с ним учился, говорят о каких-то явных признаках, ну, вот, различных расстройств, да. Он писал об этом в социальных сетях. И при той правоохранительной системе, при том уровне слежки за гражданами, который у нас сейчас есть, да, и вот это не выявить, но это, наверное, тоже показать, как мне кажется, как мне кажется, мы, опять же, немножко вот градус дискуссии сейчас опять сводится к тому, надо вот какие-то очень крайние меры применять. Нет, нужно сейчас разобраться, по крайней мере, понять, как так получилось, что он вообще получил это разрешение, да. Ведь это произошло сравнительно недавно, всего лишь несколько недель назад. Но, как сказать, хочется и покритиковать общество, вот эту всю систему, потому что, ну, а на самом деле, как такое стало возможно? Может быть, все-таки у нас правоохранительным органам дают не те указания, не теми вопросами нужно заниматься, да. Вопрос не в проблеме законодательства. Не журналистов, не журналистов кошмарить, да, блогеров, не иностранных агентов выявлять, а вот действительно то, что происходит внутри страны, то, что какие проблемы, вот, они касаются каждого, проблемы безопасности, они для нас... Да, хотелось бы, знаете, что у вас уточнить, а вот как сейчас, в данный момент, выдается лицензия на оружие? Сколько времени нужно обычному человеку, чтобы получить такую лицензию? И вообще, что необходимо ему пройти? Понимаете, все это происходит, как правило, в течение месяца. И ситуация в том, что он проходит, он проходит различные анализы, он проходит медицинских следов наркотических или психотропных веществ, но... Это справка примерно как на водительское удостоверение? Ну, чуть-чуть посложнее, потому что все равно у психиатра нужно проходить по месту жительства, да, то есть, к сожалению или к счастью, к счастью, скорее всего, такую справку так просто не получишь, не получишь, да? Но, тем не менее... То есть, если, когда... Я просто недавно получала права, ну, обновляла, да, 10 лет прошло, и это было в коммерческой клинике, я получила все необходимые документы буквально за 45 минут, да? Да, так же. И параллельно со мной мужчина получал, опять-таки, проходил все эти исследования для того, чтобы получить на оружие лицензию, да? И я так поняла, что отличается у нас, ну, просто вот мы разговаривали с ним, мы вместе подходили к ресепшен, да? Отличается только тем, что ему нужно анализы сдавать, анализ мочи на наличие запрещенных веществ, да? Да, безусловно. А все остальное, то же самое. Он ровно столько же времени провел у психиатра, сколько и я. Они очень все... Это, на самом деле, очень похожие процедуры, но хочу вам сказать, в России одна из наиболее строгих систем вообще выдачи разрешения на оружие, но, тем не менее, она приводит вот к таким результатам. Так я говорю, проблема-то у нас, мне кажется, кроется не здесь. Можно заранее предугадать, да, и выявить вот такого человека. То, что у нас, опять же, уровень, ну, вот, ну, так скажем, прецеденты... То есть проблема, давайте так, вопрос, то, с чего вы начали. Проблема не в законодательстве. Законодательство нормальное. У нас нормальное. Если его соблюдать так, как это должно быть, то, в принципе, вот такой ситуации бы и не произошло. То есть сбой произошел где-то в реализации закона, а не в самом законе. Безусловно. Это мое мнение. Я считаю, что у нас и так достаточно было мер для того, чтобы это предотвратить. Сейчас действительно нужно посмотреть, где произошел этот сбой, но мое личное мнение. К сожалению, мне кажется, все-таки проблема, как ни странно, и как бы меня не покритиковали сейчас за мое мнение, это коррупция. Все проблемы здесь. Потому что когда у нас кому-то очень хочется, да, получить какую-нибудь справочку, какое-нибудь разрешение, ну, наверное... Это можно сделать. Это можно сделать. Это можно сделать, да. Поэтому не... вот я не удивлюсь, если что-нибудь подобное и здесь выявится. Ну, поживем-увидим, да. Давайте посмотрим, как будут идти расследования, и насколько честно нам будут рассказывать, да, о том, что происходило, и каким образом этот человек получил право на приобретение, хранение и ношение оружия.